Потом это в 21 человек школьников прибудут сюда, они прибудут раньше. Сейчас очень сложно, но решается вопрос, я не хочу за Николай Иванович это говорить, их принять здесь, это достаточно сложный вопрос, но решается этот вопрос. Чтобы именно дети, именно с Краснодона пронесли эти портреты, молодогвардейцы пронесли. И третье, присутствует Юрий Владимирович Корк, здесь комитет спасения Украины, Владимир Николаевич Олейник, высказал идею, почему мы забыли безымянных солдат, почему мы безымянных солдат забыли, почему они остались вне нашего поля зрения. Они же есть, они же воевали, многие пропали без вести, многие и так далее, и так далее. Почему это вот часть... И вот тогда возникла идея, часть этих портретов, уж сколько их будет, я пока не стану уточнять, часть этих портретов пронести с неизвестных солдат, с надписями, я вот там примерно, как в прошлый раз мне показывали, написал, ну примерно вот с неизвестных солдат. Вот таких вот три ключевых идеи было высказано, которые я вот при встрече с Орловым Владимиром Петровичем ему рассказал, и он донес наши мысли до, так сказать, до бессмертного полка Москвы, для того, чтобы понять, что из них, какие из них найдут воплощение, какие они найдут воплощение в наших мероприятиях и так далее. Помимо этого, помимо этого, была еще одна высказана на прошлом нашем оргкомитете инициатива, в связи с тем, что Польша собралась, так сказать, обрушить 500 памятников Великой Отечественной войны на своей территории. Появилась вот такая инициатива, чтобы и эти памятники, которые были, которые уже обрушены, и которые еще, которым еще, так сказать, это печальная участь предстоит, чтобы и их фотографии зафиксировать. Но эта мысль пока осталась вот, она на уровне мысли, она не проработана, и я не буду, но она была. Вот это основные позиции, и вот когда эти позиции выработались уже и создался на базе присутствующих, 15 человек в прошлый раз собрался оргкомитет, вот тогда мы и решили пригласить с согласия и пригласить представителей землячеств, чтобы они могли высказать свое суждение, возможно, у вас стоять, в связи с тем, что мне вот Владимир Петрович вчера написал, что это за организация, откуда она взялась и так далее, она зарегистрирована, там написано, гражданская инициатива. Так вот, чтобы эта гражданская инициатива и оставалась гражданской инициативой до того момента, покуда она прорастет, покуда она покажет, докажет свою целесообразность, покажет свою целесообразность. Вот тогда можно будет ее после уже 9 мая, если то, что мы имели, то, что мы собираемся осуществить, пройдет достаточно успешно и так далее, после этого уже можно говорить о том, стоит или не стоит формализоваться уже, так сказать, в какой-то форме, которая принята в российском государстве. Это вот то, что на сегодняшний день было сделано. И помимо этого, я уже сказал, в начале, я сегодня подошел даже к руководству здесь, в связи с тем, что я не помню, конечно, сколько стран принимает участие, по-моему, прошло отзывы, это 20, кто-то? 12 стран принимает участие, вот тут было высказано предложение о том, чтобы провести совещание и конференцию с представителями посольств стран, тех участников и стран, ну, участников Великой Отечественной войны, которые были в этом так или иначе задействованы, и помимо этого тех, кто, тех стран, которые уже принимают участие в этом для того, чтобы послушать, а как у них это происходит, что они, какие у них увеличены планы и так далее, и так далее. И это, вот такое совещание-конференция, целесообразно провести, либо в следующую пятницу, если достаточно организованно это сделать, либо самое позже, это в среду, в следующую, через среду, через 10 дней, потому что это уже будет 20, вот, в следующую среду, вот такое, вот такая инициатива прозвучала, и я думаю, что она целесообразна, эта инициатива, потому что учиться надо у тех, кто что-то делает, то, что у кого что-то получается, ну, вот Белоруссия, я дам сейчас возможность высказаться представителю белорусских, белорусов, или общества, как вот там, национальных обществ, да, как белорусов. Я представлю, что это слово. Вы мне искажите, пожалуйста, не хочу открывать, читай. Вот, поэтому, поэтому, я дам возможность высказать, потому что вы собираетесь нас покинуть, Сергей Львович, ФНК Белорусов России, вот так звучит организация, Кандыкович, Сергей Львович.